В эфире Петровка 38 в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. В столичной подземке 36-летний мужчина выбрал не совсем удачный способ для знакомства и теперь рискует оказаться за решеткой. Момент общения с девушкой попал в объектив камеры видеонаблюдения. Подвыпивший мужчина использует первую попытку и терпит неудачу. Девушка уходит в конец вагона, но кавалер не сдается. Он достает нож и начинает угрожать несговорчивой пассажирке. В этот момент на помощь ей приходят свидетели опасного знакомства. Крепкий мужчина скручивает злоумышленника. На ближайшей остановке ловеласа неудачника сдали сотрудникам полиции. На станции мужчина передал данного гражданина полицейским, который доставил его в отдел полиции. В настоящее время нож находится на экспертизе. Объяснить мотив своего поступка задержанный не смог. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством». Также в отношении него составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Слово за слово и началась драка. Вот так просто объяснил свое поведение молодой человек, который вместе с приятелем напал на 50-летнего прохожего и отобрал у него сумку и мобильный телефон. Однако прежде чем рассказать подробности инцидента, подозреваемый в разбой скрывался в своей квартире. И надеялся, что к нему не придут люди в форме. Просчитался. Далеко уйти приятелю не удалось. Его тоже задержали полицейские. Он избивал, он забирался и я ничего не делал. То есть вы ничего не забирали? Нет. Судя по всему, дружбой уже здесь и не пахнет. Двое мужчин ранее были судимы и, видимо, снова отправятся за решетку. Полицейский проверяет парочку на причастность к аналогичным преступлениям. Камера наблюдения, установленная на подъезде многоквартирного дома в Зеленограде, помогла полицейским вычислить и задержать грабителя. Вот парочка подходит к дому. Складывается впечатление, что это старые знакомые. Однако у молодого человека свои планы на эту, на первый взгляд, безобидную прогулку. Он провожает даму до подъезда и буквально через несколько секунд с ее рюкзаком бросается на утек. В МВД России по району Крюкова города Москвы обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что у нее был похищен рюкзак с личными вещами, включая сотовый телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний ранее судимый приезжий. За что задержан? Мочный шляпник. Телефон я нарушил. За то, что телефон забрал. За грабеж мужчина наверняка отправится за решетку. Если очень хочется прокатиться на чужой машине с ветерком, да еще в состоянии алкогольного опьянения, то для этого нужно быть готовым в итоге беседовать с сотрудниками полиции. Подмосковный Балашихе мужчина вызвал себе такси, избил водителя, а потом угнал его автомобиль. Чем все закончилось, расскажет Денис Бушуев. Поймальчиком был, пацаны. Развините меня. Пьяный мужчина еще несколько минут пытался убедить полицейских, что он поймальчик. Безрезультатно. Да и как верить задержанному, если еще недавно он в той же пьяной агонии избил таксиста и угнал его автомобиль. Потерпевший позвонил в полицию. По предварительной информации, водитель такси, выполняя заказ, подъехал к одному из домов на улице Керамическая. Заметив, что клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, он отказал ему в поездке. Это и разозлило буйного клиента. Я ударил, я чуть не упал, я сознание потерял. Вот так, поворачиваю, стою, смотрю. Он хочет съесть. Я говорю, нет, нельзя, не надо так, да. И он выходит, кирпич взял и на мою сторону кинул. Протрезвев, Дебошир раскаялся в содеянном. Уже без излишней экспрессии. Конечно, глупость такая, совершенно ерунда. Ну, вообще, чем думал. В итоге 15-минутная поездка на такси, именно столько полицейские догоняли угонщика, может очень дорого обойтись задержанному. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В лучшем случае мужчине грозит крупный штраф, в худшем – тюремный срок. Денис Бушуев, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. В Чебоксарах стражепорядка задержали мужчину, который с ножом напал на работницу кафе. Грабитель пришел в заведение вечером и стал требовать деньги, но женщина не растерялась, сумела подвести нападавшего к выходу и убежать. Нож у мужчины изъяли, им он успел ударить сотрудницу в шею. Злоумышленник ранее уже был судим за грабеж и мошенничество, теперь ему придется отвечать по статье «Разбой». В Тюмени полицейские задержали серийного вора. 32-летний ранее судимый местный житель ночью разбивал окна или взламывал двери в организациях, где нет сигнализации, проникал внутрь, забирал деньги и скрывался. Установлена причастность подозреваемого к семи преступным эпизодам. Общий ущерб больше миллиона рублей. А в Тверской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 69 миллионов рублей при строительстве многоэтажного дома. Компания «Тверь Агрострой» начала возведение высотки еще в 2016 году. Сдачу объекта обещали не позднее 30 июня 2019 года. В итоге дом не готов до сих пор. Денег нет, строительство приостановлено. Обманутыми дольщиками стали 37 человек. В Ярославской области стражу порядка по горячим следам задержали вора. 46-летний мужчина украл из дома пенсионерки 90 тысяч рублей. Вычислить злоумышленника полицейским помогли соседи. Они запомнили автомобиль, который в тот день отъезжал от дома потерпевший. Позже его остановили сотрудники госавтоинспекции. Задержанный во всем признался, деньги у него изъяли. Чачу, вино и коньяк изготавливали два приятеля в Крыму. Подпольный цех они оборудовали на цокольном этаже мини-гостиницы в Судаке. Алкоголь разливали по бутылкам, а потом сами же клеили на них этикетки. Условия на производстве были антисанитарные. Опасные для здоровья напитки товарищи продавали у себя же в городе. Полицейские изъяли у злоумышленников 8 тонн спиртного. Возбуждено уголовное дело. В Кемеровской области двое местных жителей охотились на женщин за рулем. Правда, заводить знакомство с автоледи никто не собирался. Мужчины интересовали лишь ценности, которые дамы оставляли в своих машинах. Злоумышленники легко вскрывали автомобили и вмиг опустошали дамские сумки. Подробности у Елены Бабаевой. Эти мужчины всегда были рядом с чужими автомобилями. Вот и сейчас их задержали у одной из машин. Из легковушки они похитили кошелек автоледи, одной из жительниц Новокузнецка. Но уйти злоумышленникам стражи порядка не дали. Вещи хозяйке вернули. Отдельное спасибо, конечно же, нашим сотрудникам полиции. Огромное уважение, потому что качественно и быстро сработали. Как выяснили оперативники, действовали злоумышленники по хорошо отработанной схеме. Они наблюдали за женщинами-водителями, которые на несколько минут парковали машины у детских садов, школ, магазинов и оставляли личные вещи в салоне. Воспользовавшись моментом, подозреваемые при помощи специального сканера отключали сигнализацию и похищали из автомобиля ценные вещи и деньги. На этих кадрах моменты таких преступлений. К машинам каждый из подельников всегда подходил уверенно. Никто из прохожих и подумать не мог, что на их глазах средь бела дня совершается преступление. А потерпевшие, не находив в машине сумок и кошельков, сразу же обращались в полицию. Хотелось бы поблагодарить сотрудников полиции за проведенную работу. Большое человеческое спасибо вам. Быстро и качественно сделали свою работу. Ребята молодцы, спасибо им большое. Как полагают оперативники, потерпевших не менее десяти. Но вспоминать о них в отделе полиции задержанные не собираются. Предпочитают обо всем забыть. Я не готов давать комментарии. Сразу вам говорю. Нет. Не хотите общаться? А зачем? Что вы хотите от меня услышать? Вы признаете свою вину или нет? Ну, конечно же. Можете пояснить, за что задержали? Нет. Но молчание здесь не поможет. По статье кража следователи возбудили уголовное дело. Сколько всего женщин за рулем не нашли свои вещи в машине, стражи порядка сейчас выясняют. Елена Бабаева, Петровка, 38. Для осуществления своего плана заранее выбрал себе жертву – беззащитную девушку с ребенком. В Калининграде задержан мужчина, которому очень нужны были 200 тысяч рублей. Их для него должна была собрать владельца внедорожника, пока ее дочь находилась под дулом пистолета. Детали этой жуткой истории расскажет Любовь Фомичева. Белый внедорожник, за рулем которого молодая женщина, останавливается возле инспекторов ДПС. Тут же из машины выбегает мужчина и бросается на утек. Все это далеко не семейная ссора. Открылось окно автомобиля. В автомобиле водителем оказалась девушка, которая была в шоком состоянии, плакала, нервничала. И крикнула, что ей угрожает мужчина, который находился рядом. Девушка успела сказать, что в руках у злоумышленника пистолет. Полицейские моментально начали погоню. Мы бежали за ним следом. Он подбежал к озеру и выкинул пистолет в воду. 36-летнего мужчину скрутили и доставили в отдел полиции. Там стало известно, что в машине он оказался не случайно. Выбрал жертву заранее по дорогому автомобилю. Владелец у внедорожника он подкараулил возле детского сада, когда женщина забирала дочь. Посадила ребенка в детское кресло, сама села за руль. Ко мне в машину сел мужчина с пистолетом. Направила оружие на ребенка со словами «Вам дорога жизнь ребенку?» Я сказала «Да». Он сказал «Тогда езжайте». Злоумышленник держал пятилетнюю девочку на мушке и требовал у женщины 200 тысяч рублей. Чем вы угрожали женщине? Пневматическим пистолетом. Мы зачем это сделали? В целях получения каких-то денег. Испуганная мать начала звонить всем знакомым, чтобы собрать необходимую сумму. И в какой-то момент увидела на дороге инспекторов ГИБДД, которые оформляли ДТП. Решила позвать их на помощь. Успела только крикнуть, что у молодого человека оружие. Он выбежал из машины. Инспектора его догнали и сдержали. Теперь водолазы будут обследовать дно озера, чтобы найти главную улику – пистолет. Подозреваемый в разбойном нападении находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. Любовь Фомичевова, Александр Белогуров, Петровка, 38. В Санкт-Петербурге трое гастарбайтеров похитили своего земляка. Парень задолжал товарищам деньги. Те мириться с ситуацией не захотели и решили в прямом смысле выбить долг. Для этого дожняка вывезли за город, подальше от людских глаз. Но план злоумышленников не сработал. Спас парня случайный свидетель. Он увидел, как молодого человека насильно сажают в машину и позвонил в полицию. Финал происшествия далее. В центр Санкт-Петербурга на Красной иномарке едут три товарища, разнорабочие со стройки. Сегодня мужчины намерены быть дерзкими и жестокими. Сюда они прибыли, чтобы наказать своего коллегу и, что называется, выбить из него долг. На этих кадрах злоумышленники уже поймали свою жертву. Они избивают молодого человека и пытаются затолкать его в свой автомобиль. Эй, милицию вызвали уже, ребят! Ребят, милицию вызвали, всё, успокаивайтесь! Через несколько минут злоумышленникам всё-таки удалось усадить молодого человека. И они поспешили скрыться. Сотрудники полиции незамедлительно ввели план операции «Перехват». И уже через три часа установили местонахождение злоумышленников и потерпевшего. Их обнаружили в коттеджном посёлке во Всеволожском районе Ленинградской области. Потерпевшего, 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, полицейские освободили. Ему потребовалась медицинская помощь. Похитителей и стражей порядка доставили в отдел. Выяснилось, что все они земляки потерпевшего. За что задержаны сотрудниками полиции? Не знаю. Похищение человек. Мне так сказали. За что его похитили? Мы не похитили. Это человек, чтобы это. Так, ругались просто все. Ранее были судимы? Нет. А вот этот задержанный комедию ломать не стал. Он рассказал, что потерпевший якобы задолжал им 127 тысяч рублей. Вот человек, который обманул, деньги не давал. Ну, поэтому деньги хотел, чтобы взять. Вас обманули? Ну, на деньги, можно сказать. Ну, да, 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 обманули, поэтому. Вы его решили похитить? Нет, зачем похитить? Просто спросить. Наказать? Ну, да. Он вообще-то наш друзья. Мы просто хотели, чтобы деньги получили. Хотели получить деньги, а получился тюремный срок. По статье «Вымогательство» возбуждено уголовное дело. Марсель Нургатин, Любовь Фомичева, Петровка, 38. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok